начинаем нашу вторую часть кто не курсе поста мы все же решили прибухнуть онлайн я он бухаю грузинская вода да да здесь здесь находится спирт по страну я не показать на камеру спирт я всегда показываю что я отрезаю я сейчас да на б ч лави на бич лави какая-то не знаю даже это теща привезли ящик воды до грузинского да ну там типа для жутко полезно ну там пробивать а наш ну так и сидела ну попробую не знаю а шипи да ой так так итак ребята вторая часть пытания до пытания мы на чем-то остановились да 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 я щас я щас тут такой вопрос интересный так где-то я читал его так храпит понятно было так со мной палатки о расскажи историю создания группы копиата было но вторая часть и про бабу галю и про то чей крым во крым наш важный вопрос да помогали а ну я не знаю не я приглашал в руку была у нас да такая участник группы галина п пауна да пауна она пауна такая женщина как бы на своеобразная очень ну конца плохого говорит там про женщин в возрасте вот такая . сказать она была с вопрос еще или это женщина не знаю я просто не хочу постановым превращать это давай давай тему поменяем да в общем глина пауна если вы нас видите приду вам привет дай бог вам счастья добра здоровья самое главное чтобы все было хорошо в жизни а так будет правильно да расскажи пробовал ли шурфить и какие находки вы выпадали с шурфа один раз мы хотели пошурфить поехали специально в лес зимой с целью пошурфить и что ты думаешь никто не шурфил кроме колена и на этом наш шурф не колен что-то там накопал каких-то железных гвоздей какой-то там керамики наковырял и на этом все закончилось нам идея сразу не понравилось когда мы приехали в лес и мы решили просто не знаю ну я блин ну не моё кто-то вот кому-то нравится шурфить может я не там думал шурфить я не знаю тогда понимать где вы будете шурфить просто прикип поле там закладываю я раз шурфил с богданом ярославом и виталиком мы добивали клад чешуи это место нашли пацаны меня потом просили это все добивать вот до живой пример где шурфить 500 чешуек буквально мне где-то под 500 мы нашли ну сначала одну часть там сверху потом глубже еще было и лучше еще было и поэтому уже на потом взять такой квадрат там 5 на 5 например и на бобили около 500 монет это было место такой пятак ну ничего-ничего потом пятак с монетами и опять ничего то есть ну это чисто так вот так зачем вам эти шурфы ходите ищите просто вопрос сколько нужно денег чтобы купить самое необходимое для копа ну ну сотряшься для какие пожелания у всех же по-разному тут индивидуально не можем нельзя сказать что там конкретно вот и возьмите вот это вот это вот это и ну начиная опять же там от прибора ну я считаю если вы этим профессионально занимаетесь у вас должно быть соответственно и профессиональное оборудование хороший прибор хороший пинпоинтер хороший фонарик который там будет минимум 12 часов светить когда там на этом экономить нельзя потому что там это пошли ночью копать и через два часа сел фонарик вы там посреди поля там а сзади лисы воют и кусают за ногу я себе купил хороший фонарик кстати вот не то что я там хвастаюсь я просто капец каким-то я не буду говорить какая-то фирма хороший классный фонарик там хороший объемный аккумулятор он офигенно светит противоударный титановый корпус он еще ко всему прочему еще и под воду а до этого я ходил у меня был там какой-то дешевый за 200 гривен фонарик я ходил у меня там час он садился 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 давай давай при откроем тайну это более 100 долларов фонарик или или меньше отвечая на вопрос вам нужно иметь хотя бы от 100 долларов и дальше надо будет уже начинать копать моска я может за себя скажу мне обошлось снаряжение прибор на старте около где ты 2000 долларов это пол шестая идеус например читать кстати интересно но в любом случае это дешевле чем рыбалка да 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 у меня только в ящике для щуки наверно больше 300 долларов я надеюсь жена не будет смотреть этот стрим ну 8 мы выяснили но я давать давайте так давайте остановимся на цифре от 500 долларов дальше от 500 то есть там имеют от 300 долларов аска стоит там еще какие-то шоточки ну короче 500 баксов обуться одеться там можно найти можно не обязательно там подавать какую-то там профессиональную обувь там или одежду да там форму какую-то такой ну прибор лопаток можно уже начинать копать понятно дальше уже от цели там копаешь ночью фонарик самый дорогой я вам скажу это подводный коп подводы копом раза три дороже чем наземный только оборудование одно по подводному копу надо от полторы ложится шоколян меня все время подбивает давай давай погнали под воду я уже чуть было не согласился ну меня как-то что-то не знаю приостановило пока пока приостановило потому что что-то я пока не готов влезть под воду я себе представлял прикидывал оборудование которое мне надо для того чтобы начать подводы это при том причем у меня уже есть прибор да который я могу переделать под воду колян копает под водой с дэвусом не копает а ищет под водой с дэвусом он себе сделал там этот подводный бокс для он загеометизировал дополнительно катушку и вот он ищет дэвусом и причем у него причем разные были приборы он начинал с прохой под водой нырять потом он купил эскалибур и потом он начал нырять с дэвусом и вот дэвус показывает самые лучшие результаты под водой потому что он видит особенно дэвус он сейчас блондинка ныряет она видит такие сережечки застежки там какие-то звенья цепочки вот что не увидит никакой другой прибор там скалибур вообще не видит ничего вот разомкнутая сережку он видит плохо он увидит хорошо там монеты монеты золото и я было чуть не согласился если сел посчитал что мне надо во первых полторы тысячи долларов это понятно что надо что-то затратить во вторых мне надо походить в бассейн минимум полгода понырять научиться правильно дышать не все так просто с подводным поиском нужно быть хорошо физически подготовленным вот колян у него с этим проблем вообще никаких нету человек четыре минуты сидит под водой без кислорода вот просто четыре минуты он сидит без кислорода он может просто не двигается когда ты 2-4 ты не посадишь он не двигается вот четыре минуты он сидит железо и мы у нас был с ним выезд нам позвонили мне ребята ряд слушайте второй день свадьбы жених потерял вручальное кольцо нужно поехать на пляже как ты его потерял я стоял вот так вот игрался игрался но такой чпольки выпало короче мы приехали и мы колян искал я исходил с прибором до искал сигнала колян уже нырял с пинпоинтером и на задержки дыхания уже искал там пинпоинтером ту цель которую я нашел с прибором и вот он я там нашел колян заныривает и такой нету его нету 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 я уже переживаю аминь такой аминь такой выдохнул передавать дальше не то так вопрос как вы готовитесь к копу и ищите поисковую территорию карты ты знаешь я вот сейчас зима я каждый день сижу ну этому на самом деле если вы ищите надо уделять много времени я сижу смотрю google старые карты сижу это все анализирую причем анализирую это есть программа до которой там накладывают одну карту на другую я анализирую это сам я сам себе просматривая одну карту и вторую определяю те места допустим потенциально интересные куда стоит поехать и ставлю себе там точечки есть для кого не секрет наши там есть эти все точки описание что новое тут америка но все везде есть так че плануется злит копья на во сне и набра очень хочется реально хочется все сюда планируется еще неизвестно мысли какие то есть там предварительно дашь где-то собраться чтобы это было там для всех участников комфортно добираться ну это все у нас вот целая ребята нас впереди зима да вот время когда мы можем это все обговорить согласовать подготовиться к этому мероприятию чтобы но не было там последний момент все завтра у нас слет давайте погнали никто ничего не знает никто не готов как бы там куда ехать что надо делать это все можно обговорить распределить задачи потому что одному человеку этим всем заниматься ну реальность кстати да по поводу слета я думаю что если будет желание время то skype позволяет добавляет по моему пятнадцать участников в одну типа сессию то есть мы можем потом пятнадцать лекарства да да сделать конференцию в одном окне у нас будет 15 окошечек на экране и мы каждый сможем то есть это же будет на ради на тема сейчас не будем это все никогда потому что тогда-то тренировать дети заниматься и не делается слет и я думаю что он будет на просто это все есть тема для обсуждения в том числе да надо садиться и разговаривать включаете ли вы воображение во время копа представляя что происходило на этом месте в древние времена вот интересно было бы увидеть это все как 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 вот жили червихи да как они там торговали с этими римлянами как как они выглядели вообще вот я хотел бы посмотреть на этих людей как они выглядели и на каком языке они разговаривают это вот самое интересное как какая была у них внешность на кого они были похожи и на каком языке они все-таки общались но они же как-то общались между собой на каком-то языке так спрашивают по какому периоду любишь копаты чека русь поскольку по столку поэтому находок меньше по руси чека копали ли вы в общественном месте пляж если это можно назвать общественное парк парк ну тогда так парк и любые там а тема ребята существенно если писать и пред покупаю потому что ну это мое так вы собираетесь на ковчу заморочуете на тим че пасовать его вам ця шапка и рукавичка до берцев и кольору машины або до краеведив где будет проходить ков это рая рая дорошенко раечки привет я кстати тебе скажу я поменял три головных убора 3 меня сначала была шляпа такая знаешь на американских морпехов или как она я когда-то на рыбалку себе покупал я начал таскать на коп потом у меня была кепка прикольная кепка пару а 4 даже четыре головных убора прикольно было кепка она порвалась как бы там было очень жалко и но я потом купил обычную военную кепку какой-то период времени с ней проходил и понял что мне надо поменять головную она мне просто не шла я вот смотрел на себя видео блин блин ну зачем насеку другую купить и мне это надо 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 в конечном итоге я поехал если купил кепку по голове за четыреста или за шестьсот гривен так который сейчас питание собираетесь ли вы провести стрим с мусихиным как по мне адекватный чел нормальный я кстати скажу вам открою вам большой секрет даже название канала она вот это сподвигло меня диман канал поисках золота в поисках золота и это просто приставочка который говорит о том что канал ну а он об этом знает что есть что есть на украине плагиат канал если бы это было там название без такая маленькая хитрость но я не знаю ли он знает ну не знаю я подписан на него в фейсбуке на канале писал комментарии когда-то ему да я еще не начинал заниматься копом наверно сможет и мы своя там своя страна своя публика там которые вы смотрят свои подписчики но я могу сказать за себя может так трошки я предложил сейчас некоторым копать антасы оля куча я извини я перебью палочки пока сижу в памяти коля который чемпион да вот он про меня знает что он мне пишет комментарии он смотрит мой канал он подписан и так вот я написал некоторым блогерам с россии по счастью стриме отказались по политическим причинам ну просто на моем на моем стриме запрещено это порно и политика то есть вот так вот я не допускаю чтобы на стриме высказывал какие-то агитационные мысли если я сниму футболку и кофту мы закрываем сразу стрим это не детская порт ну да не ну просто я как бы хочу с людьми поговорить про копа не про политику ну понятно да есть куча там политических каналов политических топ-шоу можно зайти там я тебе скажу больше я тоже подписан на много политических каналов потому что мне далеко не безразлична ситуация на этом закроем да 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 и поэтому ну сейчас уйдем в другую сторону ну хорошо а какие еще смотришь ютуберов с россии ну мусихина смотрю смотрю авось повезет серегу чувак в сибири там копает смотрю сибирского странника у него там больше охота рыбалка коп поскольку поскольку причем недавно начался а и смотрю у меня очень сильно мотивирует и не поверишь александр кадрышов есть такой блоге я знаю за миллион подписчиков ну мне нереально просто нравится его подача материала там да как вот это делает все вообще видео хорошие старается знаешь как ну там заслужено будто будто тут котингент который вы смотрит в это более автомобильной тематик антар шоу не это travel был бой а я знаю кондр шоу по автомобилю начали перепутал хорошо ссылку палочка смотришь там несколько видео ну а украинский блогер ты смотришь на я же не буду спрашивать да кто не знает нас у нас у каждого идет с правой стороны сверху колонка как называется рекомендованный канал я или как называется называется и там все реально указаны блогеры украины кто если в нашей группе скажу сразу там пишите заявки вступления группы в принципе если вы адекватный блогер мы мы принимаем всех ну если тысяч адекват если на канале нет политики опять же ну не тут этих всех темочек кому кстати на любому там вот кто там этой колонке там копей любом можете написать на почту там с просьбой там чтобы участвовать в группе да там присоединиться ну да 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 посмотреть рассмотреть заявочку и какому-то так не спрашивают еще по поводу автомобиля тыс ну я так понимаю что лучше все-таки полноприводный были случаи что взял и на переднем приводе подстрял не было не было не было на вот этом автомобиле на котором сейчас езжу там передний привод кстати там не полный не было что подстрял на предыдущем было такое мы просто ехали была трава-трава и потом мы так просто бульк и передними колесами утонули в колею с водой и на мы там очень долго копались там домкратили подкладывали в конечном итоге там садили всего приехал чувак на мотоблоке и он нас вытащил так легко вообще просто мотоблоком зацепили тросами у нас вытащил так вопроса были ли случай или проблемы с милистой или фермерами один у нас был неприятный случай мы копали недалеко от города как бы и приехал фермер чем мы копали ходили по выпасу у них там как-то в аренде там в пай чем до нас там копало миллион человек просто неимоверное количество там прошлось копоре и приехал там выбежал с топором начал что-то там размахивать мы все собрались подошли к машине как ну такая знаешь напряженная очень была ситуация как приехали еще какие-то потом забуханные малолетки на копейки начали там бы ковать ну такое ну можно было навалять ним там всем знаешь во первых надо мы были подпотрезвяне нас было побольше но это в конечном итоге привезло хорошему конфликту знаешь мы все-таки словесно там покричали покричали друг на друга как бы там до рукоприкладства это не пошло и на этом все закончилось наш коп мы сели в машину и уехали с полиции и не было никогда на копе никаких моментов вообще копаем даже какая там полиция я я тоже в этом говорил прямо в парке копаете у вас могут быть там качели с полиции но у нас там леса поля какая там полиция у нас последствия мы копали в парке нас только СБУ приезжало три раза и раза четыре простая полиция конечно копать в центре Киева в Мариинском парке странно что там еще и президент не вышел там и сказал ребята ну что вы имейте все ну не знаю я не буду этого говорить сейчас наговорю лишнего ну лучше в общественных местах не копайте потому что ну это заведомо уже какой-то будет конфликт заведомо предрешенный как бы такой да да и кстати давай вернемся с тобой с самого-самого начала нашего стрима ты сказал фразу вот я участвовал только что в таком замесе вчера по поводу клада Богдана да было вчера или позавчера это было точно не помню в группе да в одной группе вайбера написали что клад подложен как бы там вот они всегда там что-то подкладывают я там просили с ними на как покопать нас не взяли ну такое вообще ну не знаю максимально корректно как-то там попытался людям объяснить что он ребят ну о чем вы ведете речь в двух словах вот так хорошо были у тебя на канале были у тебя такие случаи где тебя просто ну как бы ну не обижали а нагло обвиняли в чем да обвиняли в чем-то ну не может не обвиняли но гадости пишут пишут гадости я просто я не когда-то я начинал там знаешь писать отписки там да вот это не так там да ты сам такой знаешь там а сейчас тут тупо это все просто банится и на там закрывается как бы ставится . написал гадость ну ты приходишь ко мне да в гости да ну да к любому человеку да да начинаешь там гадить как с тобой развивать так же самое какие-то забанил и до свидания отсюда как бы начинается потом расти там количество дизлайков ну так конечно я спокойно тем хитром которые ставят дизлайки меня постановишь да я очень всегда удивлялся когда я только-только опубликовал видео там примеры про дальняка про дальняка мне видео там минус 40 и сразу дизлайки то есть даже не послел он только послел там две минуты видео и лупит дизлайк ну то есть я хорошо отношусь когда уже человек посмотрел и дизлайк да ну вопроса нет кстати вот эти вот первые что лайки что дизлайки ребят кто ставит там лайки да не сразу ставьте лайк вы хотя бы просмотрите половину видео да потому что оно ютубе все равно там рассматривает как как накрутка до лайков то есть ты еще не не начал смотреть видео уже поставил лайк надо просмотреть вникнуть как бы да в сюжет там того что происходит как бы потом уже сделать свою реакцию либо понравилось либо не понравилось и тут сейчас вообще там сложно очень это все у них функция там определение там и продвижение контента и сейчас по увязали кстати на футуристом тебе привет человек с которым мы живем в одном городе но никогда не встречались ты не поверишь то ну реально я тебе говорю мы даже ну не то что вместе покопать мы не встречались даже не виделись никогда я от меня живет богдан километров 50 от меня 50 и ярославль километров 20 я это часть мы часто видим так это такое состояние часто вижу и видим как а как ты не можешь с ним состыковаться я не знаю вот вот такой вот то ли стечение обстоятельств то он как-то занят то я как-то собираюсь ну как-то списывались два куда-то вместе поедем ну не знаю вот так вот получается я надеюсь все таки что мы когда-то увидимся и куда-то совместно ну нас лед хотя бы не думаешь сами не на мудро стрелу я увижу на камрад фест да да вот так же самое разыгрывал билеты знаешь кстати саня у меня твоя нам выдавали там подяки у меня подяка твоя кататься в машине надо будет встретиться я хоть и подяку передам нам там на фестивале давали всем ютуберам кто разыгрывал билеты там подяка там у меня кататься в машине так дальше дальше читаю сейчас вопрос еще был че плануете підлёдный коп цией зимы як воно копати пиво на колян может быть если клян будет ехать я с радостью поеду с ним сниму как он ныряет надо кстати люди то было упроха с боксом подводным прицепить ему куда-то этого упрошу хотя бы чтобы увидели что там зимой подо льдом творится если колян будет ехать нырять под лед обязательно поеду потому что это интересно посмотреть ну как бы он все можешь понимаешь он заныривает на 4 часа под лед у него оборудование такое что он независим от нему никого ничего не там стоит компрессор качает ему кислород и он занырнул и четыре часа он находится под водой у него хороший гидрокостюм теплый ему там не холодно он двигается все как бы классно а он пока вон там под водой мы все там шашлычок какой-то там нормально проводим время так его просто еще питание че крестуетесь вы картами якщо да то якими всеми ребят всеми картами есть там ресурс у нас украинский фримап в интернете заходите смотрите ребята там пособирали очень много разных карт там и шуберта и шмуберта и все что угодно как бы двух листовки трех листовки все все карты надо смотреть ты смотришь сначала карту одного там временного периода потом смотришь второго сравниваешь что где было когда аж где-то дорога проходила с одной стороны потом она поменялась с другой стороны где-то есть какие-то там тупиковые дороги там где-то кочми стояли где-то еще что-то как бы ну это все садится анализировать ну я всегда говорил о том что человек который умеет анализировать там и карты и читать их правильно и понимать как бы что на них написано нарисовано да тот будет успешно что-то там копать и находить который там вот ничего нечегошеньки не понимают там да там пришел там взял прибор и пошел там просто ходить там по лесу там или просто ходить по полю там не будет результата садиться вникать в это все это все изучать и себе даже делать вот зима впереди садите сделайте наброски на себе там какие-то планы понятно что она там процессе там весны там лето и все установлено скорректируется могут быть наброски одни при этом приезжаю что там совершенно по факту совершенно другое но все равно надо насадиться ну вот я покажу не знаю сейчас постараюсь камер передала сейчас я сейчас опустируется на или не запустится блин ай свет да плохо плохо блин википедия google map андрозик и называется ветус maps вот это на такие четыре программы которые использую о кстати вопрос по поводу этого были ли случаи когда именно помогли местные жители найти монеты артефакты ну то есть под подсказкой местные я понимаю что кареты танки ну это у всех да 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 ехала екатерина и разбрасывала с кареты монеты не было мы как-то мало общаемся с местным населением а приглашали копать на огороде ну там заходи покопаем мы не приглашали но мы просили с одним людям мы им даже перепахали мы туда загнали трактор перепахали им огород это были люди которые любители выпить знаешь у них огород был в таком запустении мы за свои деньги пригласили трактор заплатили по-моему то ли 800 или 900 гривен перепахали им огород ну если походили ну у нас была цель походить была информация что там что-то интересное может быть и мы заинтригованы этой информации перепахали огород совершенно бесплатно а что было там вроде русь было но в итоге это купилась хоть как-то не но это стало нам по деньгам как такая обычный рядовой коп куда-то поехать то есть мы там скинулись втроем по 300 гривен тех же 300 гривен мы бы скинулись допустим на топлива чтобы съездить по копателю низко область и вы просто близко возле город по поводу денег вот на в нашей банде мы делим порно находки как бы мы делим деньги если находка превышает 10000 гривен то что вы нашли делятся на всех здесь такая кабину в вашей банде договоренность такая довольна я же говорил смотри у нас договоренность какая мы едем копать если кто-то находит что-то золотое какую-то золотую там мишняшку паприкушку заготовку там колд золотой да там который там стоимостью там до 1000 долларов да тот человек оплачивает бензин дорогу если находка там допустим от 1000 долларов и выше да там ауреус что-то там какое-то там кольцо там золотое тогда мы десять процентов от стоимости этой находки просаживаем в кабаке то есть мы считаем что все равно это человек нашел это его находка но 10 процентов это нам как бы знаешь благодарность за нашу компанию то есть мы не делим на все они также это да это его находка но вот он выставляется вот 10 процентов от стоимости этой находки можно пробухать то есть если находка 10 тысяч долларов мы там штуку пробухать так как вы относитесь к девушкам на копе но вылез копали вместе это принимает они копали вместе сильной копали ученки они добавляют яркости хорошо они как бы влияют девушки влияют на фарф или как на корабле да 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 или не влияет или или влияет а как если влияет то лучше чтобы худшую сторону но у меня как бы не было таких знаешь постоянных как бы копов вот два копок с девчонками я копал два копа можно сказать ну были находки неплохо я туда с богданом и с двумя и нами мы копали вот между киевом и жутомиром да я нашел там пару крестиков по руси и вот это вот у нас буквально пару дней назад мы ездили пилинскую область в лес нормально не за бубона в этом нет пока не было плохого копа постараешь это типа отвлекается на девушек ну когда копай там она гидаются с лопатой больше отвлекся мы же все там ходим друг от друга ладно дальше не будут сейчас начнется спрашивают планируете ли вы коп повысни топлость вопрос занимаетесь ли вы спорта вот так закроем тему отношения хорошие не занимаюсь не знаю ну не не занимаюсь я ленивая толстая жопа блин толстая но я ленивый да блин я когда-то в футбол бегал я когда-то боксом занимался ну сейчас не знаю как-то я облинился честно болезнь а столько же ты берешь что так уже облинился если не секрет палыч мы с тобой одногодки насколько я помню я 77 года 7 не 42 блин ну так я не я не облинился ну как бы так за у него может больше времени у меня как-то я еще дома не не но я тоже бываю так что 10 дома я тут надо как-то заставить себя уже потому что мы старею все таки и тело стареет нельзя быть дря я согласен я не пью я там дома утром могу там отжаться знаешь как бы там от пола пару раз там где-то про тебя бы раз 50 есть я когда-то отжимался мне рекорд был 140 по-моему что-то такое сейчас 50 это жмусь легко не тяжело мне не сложно не подтягиваться было сложнее я так понимаю что спорт помогал жизни нам тренер по боксу если один на их двое и нездоровые запомните два движения 3 одному второму и бежать так питание михайло питание насильки на вашу думку группа коп я повинна бути патриотична патриотична я думаю что у нас достаточно патриотична ну хорошо нет но я скажу что у нас группе не придется много политики потому что только политика спорта такой начинается кащели блинят не знаю надо надо быть патриотом это по это дело помощи но но политики тоже она вредна очень вредна каждый людей сомнения у каждого человека мнения свои и тут что делать достаточно хорошая патриотическая группа ну на всем далеко не все равно что происходит наши страны да 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 это нашим патриотизм кто-то больше я очень сильно уже этих людей которые там защищают и у нас в группе такие есть я поддерживаю дав на все 100 но мы так стараемся как бы этот вопрос такой очень просто скользкий можно взять в два часа и это не говорит о том что нам все равно нам далеко не все равно но мы тем не менее мы у нас хорошо нормально питание беда артема який был пашем дескельки за алле было який на вас я говорил два у меня была терка у меня была первая с не два года проходил и потом я купил себе хотя не чтоб сказали в измиссии да вы сразу я бы сразу взял дескельку никто мне не подсказал и на абрам я помню когда мы с ней по телефону связывались и говорили какой прибор она собиралась покупать прибор и мы обсуждали там нет вариантов и она меня сейчас вот постоянно вот об этом напоминает почему ты не настоял на том чтобы я купила себе да ну я знаешь ну как я мог настоять я же не знаю там у человека может больно ну да да тут все же разные моменты жизни не настоял то сейчас есть чем сравнить так пытание чему на шевронах вашей группы малюють жинку чуака в кепси та собаку але немає детектора и лопаты дивно сейчас тихо тихо я ж подготовился к таким пытаниям не ну во первых мы видим то что это девочка да то есть ну потому что нету бубенцов это моя с нее снимали ну как бы фото брали снимали так по поводу чувака посмотрим чувак а вот ну кстати прибор есть я говорю что приборе прототипом у этого человека геша служил да да выехали покопать и я вот есть да есть прибор верхняя часть надо есть выехали покопать и мы ходим и такой красивый закат был знаешь и ешь а как раз на фоне этого заката хорошо так подошел я знаешь надо ловить моменты вот такие вот я достал фото в этот телефон и сфотографировал девочка у нас лара кров ну блин на улице там не нравится этот все он хороший такой интересный мы и долго рождали очень долго вот простота знаешь хотелось не хотелось усложнять можно там было кучу надписей по написывать там и там всяких кучу приборов лопаты пинпоинтера там фонарик натыкать к мин к минимализму там сошли это все человек на фоне и ну да там спрашивают по поводу там как их купить и я так понимаю что не закупить ну дуримчиком дурим да это это у нас не бизнес проект что там ну там тысячи штук на наклепали и теперь будем продать там по 100 рублей ну такого у нас нету нужно быть участниками да 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 атака не так ну вопросов все не буду заканчивать вопросы я так думаю мы посидели уже 42 раза по 40 это уже получается сейчас 20 мы наговорили наверно столько всего ну я да я сделаю две части видео я так и сделал 40 и 40 вот и что-то залю их с разницей там в неделю даю все ну так что было интересно ватка маленькая двигая была чтобы были просмотры капали деньги хотя бы на канал не на монетизации кстати еще один немаловажный вопрос который все там спрашивают там сколько денег приносит канала ребят не хренушечки он не приносит я за все время канала заработал ну не знаю долларов может больше ста это то что там накапало за за просмотр и рекламу да лишь платят там не за просмотр твоего видео за просмотр той рекламы которая транслируется или за них переход на рекламу переход да вот мне за все время там накапало может было это то что принес канал понятно ну небольшое количество подписчиков надо чтоб канал приносил надо иметь и не знаю мне кажется там 50 тысяч ну или как делает один блогер у него один миллион просмотров на одном видео это громкое название но фотография там чего-то либо ну вот так вот и она то я так посчитала но на этом ролике заработал около 400 долларов за один ролик 400 долларов потом там чисто сработала на название будет больше подписчиков может станет цель зарабатывать кану я же не рекламирую по большому счету а как 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 поднять бабла до 1xb это я тоже ничего не кроме них проданчей не предлагают но даже если бы пирать но зачем это думаю просто лишняя если что-то есть кстати можно прикрытие что я считаю что можно рекламировать какие-то хорошие вещи купишь себе там да и когда ты можешь порекомендовать там кому-то там а просто там какой-то там китайское говно там вижу там все китайское есть например фонарь да как как от фонарик фонарик есть можно ты понимаешь что ты там купил эту вещь ты там пользуешься ты там оценил я там да какие-то там хорошие там качества ты можешь посоветовать человеку а просто там парить что-нибудь там лишь бы что лишь бы зато деньги платили я считаю и так сиюсь будем заканчивать наверное нашу вторую часть уже финала финальную часть было бы тоже рожали то стрим долго то не хотел то не мог то еще что у меня еще сегодня день такой да ну там еще как-то просился анархотурист на стрим ну тоже надо будет с ним сделать стрим и так ребята мы будем заканчивать я выношу благодарность нашему сири юрьевичу за то что все-таки селосиуса соизволят прийти к нам на стрим прийти на свой волшебный офис с кофе и печеньем и не без женщин так что селись давай договорить кто-то окончание какую-то финалочку с ними допустим новичкам вот так вот у нас так при это вот позвали новичкам ребят учите историю ну реально совет вот учите историю меня кстати палач у меня классный руководитель алифтина михаловна если она еще живая посмотрит видео ей привет она учитель истории вот она если сейчас узнала насколько я интересуюсь историей потому что ну я тебе скажу в школе я учился так себе посредственно то есть не было у меня я не был не отличником скажем так и насколько она сейчас узнала насколько я интересуюсь историей она была просто в шоке нереально я и юра это мой одноклассник с которым мы копаем учить историю учите историю интересуйтесь много читайте читать и не обязательно книги читать кучу информации в интернете я начинал черпать все с интернетом все свои первые выезды карты все в интернете забиваете все можно найти все в открытом доступе миллион информации вот такой вот было только время когда-то все анализировать учить историю не ленитесь все клады все вот эти самые значимые находки они все находятся там куда кто-то где-то не дошел не до махнул прибором вот я интересно была находка шпора киевской руси в серебре серебряная шпора и снова да и я ее нашел просто поселение которое пашется да и рядышком такой маленький такой ну не знаю там 20 на 20 такой кусок выпас такой травой заросшие я просто поперся на этот выпас и там вот нашел эту шпору просто туда никто не доходил до меня находка реально большая не проблема была вообще надо где-то куда-то дойти и залезть хащи там да ну серьезно спасибо вам вам спасибо я желаю хороших до финала подов под катушечку задобрите деда чтобы фарт был чтобы стоял фарт передом а не за я скажу палыч еще такой момент везет добрым людям вот хорошим не злым и независливым вот тем идут находки а когда человек добро там да надо делал делать добро просто по-человечески и относиться к людям окружающим а то человек который завистливые которые плохой который делает гадости и ему никогда жизни не повезет ну на этой ноте будем прощаться спасибо спасибо огромное пока пока